15 мая традиционно отмечается Международный день семьи. Именно благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Кроме того, такой союз был и остается источником любви и уважения. В этот яркий весенний день в администрации Московского района столицы Чувашии честовали и вручили соответствующее удостоверение сразу четырем многодетным семьям. С этим событием собравшись поздравил депутат Госсовета Чувашской Республики Николай Николаев. Николай Станиславович – отец троих детей, и потому эта тема очень близка ему. В Чувашской Республике свыше 7700 многодетных семей. И это очень здорово. Специально в текущем году вышел указ главы Чувашской Республики по поддержке многодетных семей. И вот сегодня мы вручили первое удостоверение многодетным семьям Московского района. Я думаю, что это не только стимул для данных семей, но это на самом деле еще и популяризация вообще института семьи. Мы должны прекрасно понимать, чем крепче семья, тем больше детей в семье, тем дружнее будет наше общество и более сплошенном. И, конечно же, в многодетных семьях дети растут более подготовленные, поскольку они с самого детства учатся помогать друг другу, растут в такой темной дружеской обстановке. Глава администрации Московского района Андрей Петров рассказал, что теперь благодаря удостоверению у многодетных семей появится еще больше возможностей для посещения театров, кино и различных мероприятий. Техническое удобство какое-то. Когда ты приходишь, допустим, на какое-нибудь учреждение, музей, театр и так далее, при предъявлении удостоверения, ты прожишься теми годами, которые положатся по скандальству данной семье. Крепкая и дружная семья Пылящевых существует уже более 20 лет. Конечно, самое главное в семейном союзе – это взаимопонимание, говорит мама Надежда. Ну, мужские обязанности, они остаются мужскими и всегда были, наверное, такими. Содержать свою семью, заботиться о жене и о детях. А женщина должна заботиться о своем мужчине в первую очередь. Ну и, конечно же, о детях тоже. Содержать дом. Так что именно в семье человек учится общаться и заботиться о близких. А мудрость и знания передаются из поколения в поколение. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.